И опять на опережение. Здорово действует футболист Локомотива Сенников. Оставляет мяч. Хохлов. Измайлов дальше на Бузникина. Забегание можно сделать для Максима. Нет. Сам будет бить ударом. Мяч летает в сет. Поворот. 27-я минута. То, что не минуемо. Наверное, должно по такой игре было произойти. То и произошло. Было понятно. И к этому все шло. И успех Локомотива закономерен. И надо поздравить Бузникина с голом. Но я думаю, что, может быть, этот пропущенный гол заставит Спартак начинать что-то созидать. Потому что не сила команды в обороне сейчас, а то, что пытались они обороняться, выделить. Забивался гол. 8 игроков Спартака в своей штрафной площади. Ведь не было рикошета. Можно и про вратаря сказать, что он неудачно играл. Не было. Вот сейчас повторю. По-моему, не было. Да если не было, тогда это чистый гол на его совести. И опять-таки, я не знаю, как этот газон на вратарее действует. Но Лавренцов третий мяч пропустил тоже непонятно. То есть мяч лицо то ли он не видел удара, то ли... Тоже опять-таки... Положение вне игры фиксирует Тихон Калугин. Никто особо из спартаковцев не протестует в этом моменте. И новая атака локомотива. Ласьков направо на Дмитрия Синникова. Хорошая передача, но там нет никого из локомотива. Пошли все на ближний, был вратарский. А Ликета решил остаться в той зоне, в которой находился. И в итоге оказался прав, по-приконечку. Небольшая эмоциональная вспышка активности после пропущенного мяча Спартака. Подходит, кажется, к самому завершению. И вновь железнодорожники начали контролировать игру. 2-0. Ох, как... Великолепный гол. Какой-то, как-то, как-то, аж веке забил. Здорово выскочил. Это и Юрий Ковтун сейчас ошибся. И как радуются запасные локомотивы, в частности Форварда, в частности Уинстин Паркс, за своих одноклубников. Действительно, атмосфера, которая всегда была в локомотиве, она не утрачена и в этом году. И ликуют болельщики локомотива. 2-0. На 35-й минуте встречи, наверное, немногие ждали такого развития события. Здорово сыграно. И Ковтун прииграл сейчас позицию. Да, Ковтун позицию. На мяч было направлено внимание. И здорово Ашвеки выскочил. И все, уже ничего не мог сделать. Ни Ковтун, ни вратарь. Вот как только заиграли нападающего локомотива, сразу же сталаем более яркой в атаке игрой этой команды. Помните, Константин, вот фактически лучший однозначно вратарь нашего чемпионата последних лет. И Дмитрий Смирнов, который, может быть, и на замену видит, по крайней мере, было бы интересно за ним сейчас посмотреть. В последних матчах не проходит он стартовый состав. Кузник немножко подустал уже, мне кажется. И не исключено, если дальше так будет ход игры разворачиваться. Может быть, Юрий Сойман выпустит запасных. Назоволил вам резервистов «Спартака». И напомню, кто в запасе у локомотива. Зао Хапов, Нарбек Серхаев, Вадим Евсеев, который очень активный перерыв провел. Большой объем двигательной работы выполнил. Разминаясь Пименов, Ассетяни и Паркс. Ласьков очередной угловой подавец вместо правого. Крайнева и 3-0. И опять в полу погоните вратарей. Здесь вратарь, но с трех метров мяч головой забивается. Фантастический гол. И 3-0. 56-я минута матча. Вроде бы начал перехватывать «Спартак» и инициативу. Много атаковал. Владимир Маминов, выйдя на замену, забивает. Такой важный гол. Для «Локомотива» такой важный гол для самого себя, наверное. Вот повтор мы видим. Здорово, конечно, сыграл Мавер. Но опять-таки... Ладошкой, посмотрите, если не ошибаюсь, хотел сыграть «Шафар». Такой ситуации, если пошел на выход, то надо, наверное, не кулаком. Да, конечно. Мы видим, что Белозеров не пошел на мяч. Потому что думал, что играет «Шафар». И «Шафар» этот мяч не сыграл. Поэтому я думаю, так говорить, на совести обоих этот мяч. Но я думаю, больше степени все-таки на совести вратаря. Шишуков у кромки поля. Как вы думаете, Александр, кого заменит? Кого? Я думаю, в середине поля выйдет. Вместо Станича, может быть. Может быть, вместо Белозеров? А Белозеров в центр поля перейдет на пару пенянков. Ну, варианты есть у Чернышова. Может быть, заменит Белозеров вообще, если он считает, тренер, что виноват Белозеров в пропущенном мяче. А может быть, Луизао. Вот, посмотрите, Кофтон играет сейчас как левый защитник, а Луизао как левый центральный защитник. Может быть, это просто по ситуации временно. Но посмотрим. Во всяком случае, переход состоялся. Я считаю, что сейчас, конечно, сложно. Гузникин. 4-0. А Шветия делает рубль в этом матче. Разрывает уже футболистов Спартака. Но здесь, конечно, большая разница пока в уровне игры обеих команды. Сложно что-то нам сказать. Хочется только пожелать Спартаку как можно пораньше прийти в себя. И хочется порадоваться за локомотив, который такую форму набирает. Игра с ЦСКА, казалось, такой шквал критики подняла для футболистов локомотивов. Для тренер этой команды обвиняли в том, что команда не готова, не сыграна. Что нас ждет кошмар в Лиге чемпионов. Но вот два матча против Ротера и Спартака. Поскольку Димферамбов был пропетан в последнее время двум этим коллективом, в особенности Спартаковскому. И просто здорово выглядит локомотив, что в одной, что в другой игре и ко двору пришлись. Безусловно, что Ашветия, что Хохлов. Вместо СТО. Дают свободно сделать как раз то, что показать то, в чем ты как раз, что ты лучше всего умеешь. Распорядиться мячом свободно дают. И Вадим Евсеев тоже переодевается, готовится войти в игру. Тем временем атака Спартака. Хорошая подача и пропускает как остроумно мяч. Сейчас Роман Павличенко классная комбинация. Читов забивает ответный мяч на 62-й минуте встречи. 4-1. Хороший гол, хорошая комбинация. Поздравим Спартак с этой хорошей комбинацией. Есть все-таки положительные черти какие-то в игре Спартака. Хороший проход по флангу. Не успевали закрыть сейчас футболисты Спартака. И Павличенко еще раз отмечу. Очень мне нравится, как играет Роман до этой встречи. Просто здорово. Ну да, был активен. И в первом тайме. Сейчас очень остроумно пропустил. И вот вышедший из тени Титов. Мы увидели его, редко видели. Но сейчас увидели, когда гол забил. И концевого прохода, конечно, тоже заслуживает самых добрых слов. И смотрим, как очередной стандарт будет разыгрывать железнодорожники. Дмитрий Ласьков посмотрел, где партнеры. На Хохлово эта подача подрезка Дмитрия на дальнюю штангу не получается. И еще один угловой. С этой же точки, с этого же угла поля будут подавать футболисты Локомотива. Много сегодня угловых. Много борьбы. И еще раз скажу, что приятное впечатление оставляет матч. О, иной по шутку в руках. И торжествует скамейка Локомотива. Борис Игнатьев, Юрисемин, Владимир Иштреков. 5-1. Ну, кто ожидал такого счета? Шесть забитых мячей. И, ну, как минимум, три из них на совести Шафера. Да, думаю, может быть, это черный день в его карьере. Пока. Сегодняшней. Но хочется сказать, что, конечно, игру эту все новички, все подряд, все вместе провалили. Все новички Спартака. Сергей Игнашевич забивает пятый мяч в этой игре. И Спартак старается в атаках закончить этот матч. Две минуты добавил Юрий Басхаков к основному времени. Подача. И Сенников снова очень настойчиво играет против соперника в своей штрафной площадке. Без слова, без слова. Банишевский будет подавать этот главой. Старается Спартак хоть немножко сократить разницу в счете. Не опускает команду. Руки, удар, и мяч летает в ворота. Ну, сколько сегодня забито подобным образом мячей. И для Локомотива это, наверное, неприятный факт перед Лигой Чемпионов. Вот так вот после розыгрыша стандартов действует, конечно, команда на много потребующих в этом турнире не годится. Голозеров, да? Отвечусь. По-моему, да. Сейчас повтор и дается. Да, со второй попытки он уже был в штангу пробил. Таким же ударом от газона.